Сегодня начал свою работу в очередной 4-й национальной конгрессе историков, на котором в первую очередь будет выражена общая позиция исторического сообщества Казахстана о том, что мы полностью поддерживаем, готовы и начали реализовывать программную статью главы государства Нурсановича Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Сегодня делегаты со всех областей Казахстана, учителя школ, сотрудники музеев и архивов, профессорский, преподавательский состав колледжей и высших учебных заведений, а также представители, скажем, гуманитарной сферы собрались сегодня и, скажем, выработать общую позицию, каким образом реализовывать программную статью главы государства. Уже состоялись первые выступления наших коллег, на котором уже выдвигаются очень оригинальные идеи по реализации шести программ, озвученных нашим президентом. Была выражена общая позиция поддержки возвращения к латинице. Дело в том, что до 29 по 40-е годы мы к латинице умели, мы успешно перешли на этот алфавит, а сегодня больше речь будет идти о возвращении. Поэтому практически все историческое сообщество поддерживает починь инициативу нашего президента. Что касается издания книг, ста книг из ведущих зарубежных вузов, то здесь тоже наши коллеги уже составили проект ста лучших вузовских учебников-аналогов, которые будут переводиться на государственный язык, и по ним будут обучаться современные студенческие молодежь вузов Казахстана. Что касается программы Туан-Джер, то сегодня уже нашим ректором, председателем правления Национального конгресса историков была озвучена реализация нескольких подпрограмм. Одна из них касается ведения совместного проекта Евразийского национального университета имени Гумилева, Национального конгресса историков Казахстана, газеты «Егемен Казахстан» и Международной тюркской академии о том, что отныне начинается комплекс историко-этнологических фольклорных экспедиций по всем регионам Казахстана, основные результаты которого будут отражены на страницах этой общенациональной газеты «Егемен Казахстан». Более того, председатель правления Национального конгресса историк Верла Маташ инициировал начало издания книг по программе Туан-Джер. Сегодня уже будет презентация двух книг. Это «История Астаны. Астана. Прошлое и настоящее», которую подготовил Ваш покорный слуга. Она в службе Центральной коммуникации. Несколько лет тому назад, скажем, Конгресс историков обещал, что в начале Экспо будет презентована книга по прошлому и настоящему нашему столице. А расскажите о ней подробнее, пожалуйста. Эта книга только что была презентована перед историческим сообществом. Это и не случайно, потому что основной блок вопросов, который отражен на страницах этой книги, это все-таки вопросы прошлого Астаны. Когда первый человек появился на территории Акмолинского при Ишиме, скажем, какая была история городов на территории Казахстана. Дело в том, что около тысячи лет назад здесь в пределах нынешней Астаны функционировал Крепчакский город, крепость Бузок. Об этом говорится в этой книге. Помимо истории здесь даются целые галереи выдающихся персоналей, которые сыграли заметную роль в истории не только Акмолинского при Ишиме, но и всего Казахстана. В частности, здесь мы дали отдельный параграф, касающийся хан Жагалахарт Бегонбая, его легендарное, скажем, деяние, на котором должна воспитываться современная молодежь. Здесь дана информация и о таком профессиональном спортсмене, первом чемпионе мира по классической французской борьбе, Хажмухан Мунайдбасала. Здесь дается информация о целой плеяде алашских деятелей, начиная во главе с Алиханом Букиханом. Здесь дается информация и Марием Жагурхоза, которая влюбилась в молодого человека-степняка, Джигита, Дудара, которое его имя. Здесь дается информация и Григория Николаевича Потанине, который не раз бывал на территории нынешней Астаны, когда она была еще Акмалой, в котором он предъявил, что в будущем, может быть, через лет сто, на Короткёле появится столица казахов. Казахи обретут свою государственность, автономию. И здесь появится первый университет, и все его пророчества сбылись. Сегодня мы имеем независимый Казахстан, в то время алашская интеллигенция называла ее автономией. Мы имеем новую столицу в Астане, мы имеем университет евразийский, тоже в 1996 году созданный главой государства. Более того, здесь дается информация о такой легендарной, правда, забываемой нашими современниками личности, как известный борец, известный защитник казахского народа, у которого и отец, и дед были лидерами национально-совоединительного движения, иман-джисеп Панула. Здесь мы постарались дать информацию о такой легендарной личности, как Камжан Пушхарбаев, который на фасаде Рейхстага 30 апреля 1945 года, забил практически последний год Великой Отечественной войны и во Второй мировой войне. Здесь дается информация о наших боевых офицерах, которые оставили заметный след в истории Второй мировой войны. Это легендарная личность, как дваждый Герои Совета Союза, Талгат Бекильдинов. Это и, кстати, тоже во второй раз представлено звание Героя Совета Союза, наша земля, Сакмолинская приюшимия, Сагадат Турмагамбетов. Здесь мы постарались дать отдельным параграфом информацию о Жумабике Тащеневе, который состоял в пять северных областей и ряд других районов Казахстана. Уступ категорически против передачи наших исконных земель в состав соседних республик. Ну, замечательная книга, ага. Я думаю, здесь есть история. Поздравляем вас. И самое, я думаю, что навершие, заключительная часть этой книги, это седьмой раздел, который касается вопросов национального кода казахов. Какие же были обычаи, обряды у нашего народа? Каковы ментальные особенности нашего народа? Ведь сегодня мы ожидаем около 5 миллионов 200 тысяч гостей, они должны знать, что из себя представляет один из коренных жителей этой земли, казахи, каков у них национальный характер, какие национальные установки, какие у них табу, какие, скажем, обычаи и обряды, традиции, которые выгодно отличают наш народ от всего остального человечества. Это и традиция особого уважительного отношения к своей земле, это и воинственность наших земляков, это и самодостаточие и богатство жителей степи, это и, скажем, гостеприимство, открытость, толерантность, уважительное отношение представителям других цивилизаций, что очень важно, когда мы сегодня позициируем Казахстан, Астану, как место, скажем, как площадку, скажем, мировую площадку по формированию мира и согласия по всей планете. Я убежден и уверен, что эта книга найдет своего читателя. Сегодня Конгресс историков, который издал сегодня русскую версию книги, а в ближайшее время мы, скажем, издадим и казахскую, и английскую. Ну, английскую, наверное, будет актуально в преддверии Экспо-2017, проводимой в Астане. Совершенно верно. Хорошо. Вернемся к Конгрессу. Хотелось бы знать, помимо тех достижений, о которых вот говорили сегодня выступающие, о каких проблемах пойдет речь? Вот что, какие действительно проблемы стоят перед исторической наукой на сегодняшний день? Какие вопросы необходимо вот поднимать на Конгрессе, на таком масштабном мероприятии? Я думаю, что в первую очередь надо, и уже сегодня начали поднимать вопросы о необходимости качественной стороны подготовки специалистов, бакалавров, магистров и докторов ПЕЖДИ. Нас волнует как количество, так и качество. В количественном отношении сегодня представитель комитета науки Абдрасилов сказал, что на несколько тысяч человек увеличивается квота на поступление, на обучение магистров и докторов ПЕЖДИ. Я думаю, что очень важно, когда значительная часть вузов нашей страны переходит, скажем, к филитарности, к разряду исследовательств университетов, в котором количество магистров и докторов ПЕЖДИ, как правило, перевешивает количество бакалавров. Это первое. Второе, что касается качества, я думаю, что перевод 100 учебников на казахский язык, 100 лучших вузовских учебников зарубежья тоже положительно скажется на качестве подготовки исторических кадров. Сегодня наш ректор Ирлан Садыков больше подчеркивал необходимость реализации программы Туанжер. Дело в том, что любовь к Отечеству, любовь к своей родной земле все-таки начинается с малой родины. Поэтому я сегодня призвал к тому, что мы должны экстренно, срочно разработать типовые программы по краеведению, а потом уже по этому типовой программе в каждом регионе есть квалифицированные ученые, которые вместе с учителями школ могут разработать региональные курсы, дисциплины, учебники, учебные пособия по краеведению или родиноведению. Далее здесь поднимались вопросы о необходимости написания истории каждого населенного пункта, скажем, историческим сообществом, сотрудниками гуманитарной сферы, местными краеведами. Я думаю, что эту задачу надо возложить в первую очередь на этих акимов сельских, аульных округов, районных, скажем, акиматов, чтобы эту работу взять в свои руки. Со своей стороны Национальный конгресс историков готов подготовить программу, скажем, опроса и тоже типовой программы, по которым будут писаться истории каждого населенного пункта. Если мы эту задачу выполним, то наша не только оригинальная история, но и общеказахская, общегосударственная история пополнится новыми сведениями. Более того, сегодня выступающие говорили о том, что мы должны провести серию, скажем, непосредственных интервьюирований, исследований, скажем, на местах, опрашивая старшее поколение, кому сегодня за 80, за 90, которые являются носителями информации. Я думаю, что если мы сумеем качественно, системно, комплексно опросить их, то мы получим уникальные, скажем, сведения из малоизученных, малоисследованных страниц нашей общей казахской истории. Сегодня поднимались вопросы о том, чтобы в летнее время на базе ведущих региональных вузов создавать постоянно действующие фольклорные, историко-этнологические экспедиции, чтобы молодежь, а их сегодня в вузах обучается около полумиллиона, которые в летнее время, хотя бы месяц, участвовали в этих экспедициях и живую, скажем, соприкоснулись к нашей истории. И сегодня докладчики об этом и говорили. Причем это будет носить не только научный, но и воспитательный характер, патриотическое воспитание, очень важный момент этого программы. Совершенно верно, потому что молодой человек, раз прикоснувшись к этой истории, он на всю оставшуюся жизнь останется патриотом. Это аксиома, это мы видим, это мы слышим, об этом мы убеждаемся, участвуя студентами во многих экспедициях. Ну, будем надеяться, что все предложения получат свою реализацию в рамках предложений конгресса историков. Совершенно верно. Мы разработали проект в конце, проект резолюции сегодняшнего четвертого форума. Здесь основные вопросы, которые будут проговариваться, они имеются. Мы во все государственные и общественные организации отправим резолюции для их реализации и посредственного практического исполнения. Этого требует программная статья нашего президента, этого хочет наш народ, этого требует время. Все.